Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Росмолодежь. Гранты. Первый сезон». Принять в нем участие может любой гражданин России от 14 до 35 лет. На образовательном интенсиве, который провели в Люберцах, эксперты и победители грантовых конкурсов поделились ценными советами и рассказали, как правильно составить заявку на получение гранта. Тему продолжит наш корреспондент. Конкурс «Росмолодежь. Гранты» существует с 2011 года. За это время в конкурсе приняло более 160 тысяч участников, и среди них около 17 600 победителей. И они все вместе получили поддержку на сумму 17,5 миллиардов рублей. Всего в рамках первого сезона распределят 700 миллионов рублей. Максимальный размер гранта – 1 миллион. «Росмолодежь» постоянно повышает планку по количеству инициатив. Начиная с 1 апреля, конкурсант может подать заявку, выбрав одну из 18 номинаций. Сейчас подаемся на грант для некоммерческих организаций «Росмолодежи». Два проекта – это студенческий медиа-центр и это спортивная большая универсиада. Также будем подаваться на гранты физических лиц. Пять человек у нас студенты загорелись и хотят попробовать свои силы в такой грантовой политике нашей страны. В прошлом году на соискание грантов люберчане подали более 40 социально значимых проектов. Сейчас ожидается вдвое больше. Панельные дискуссии, образовательные сессии и мастер-классы в Люберцах посетили участники более чем из 20 муниципалитетов Подмосковья. Конечно же мы приехали с проектом для того, чтобы обсудить его со специалистами своего дела. Наш проект направлен на патриотическое воспитание молодежи. Это одна из самых актуальных повесток, которая сейчас реализуется не только на территории нашего округа, но и в принципе нашей страны. В течение полугода мы работаем над проектом для того, чтобы подать его на гранты и скорее всего даже выиграть. Прием заявок на конкурс завершится в полдень 30 апреля. В конце июня экспертная комиссия подведет итоги. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.